Грудное вскармливание является одним из самых эффективных путей для обеспечения здоровья и выживаемости детей. К числу важнейших достоинств женского молока относятся оптимальный и сбалансированный уровень пищевых веществ, высокая усвояемость организмом ребенка, наличие в молоке широкого спектра биологически активных веществ и защитных факторов, благоприятное влияние на микрофлору кишечника, оптимальная температура и другие. Если бы грудное вскармливание проводилось практически на всеобщем уровне, ежегодно можно было бы спасать жизни примерно 820 тысяч детей. Во всем мире лишь 40% детей в возрасте до 6 месяцев находятся на исключительном грудном вскармливании. Это действительно очень частое размышление. Я могу даже признаться, что когда я кормила старшего ребенка грудным молоком, я очень страдала, потому что я не могла понять, как бы даже немножко обратная история. Он болел достаточно часто. Я думаю, господи, ну я так стараюсь, я кормлю, я делаю все возможное, а он болеет. И меня очень долго как-то смущала эта тема, и то же самое наоборот я слышала, да, от других мам, господи, эти смеси, я кормлю, и все прекрасно. Смотрите, какой крепкий, здоровый малыш. Пока я сама не стала обучаться на консультанта по грудному вскармливанию, преподаватель, за что ей, конечно, большое спасибо, она мне объяснила вот действительно этот процесс, что ты можешь себе представить, как бы болел твой ребенок, если бы он не получал грудное молоко и всю ту иммунную поддержку, которую он получал с молоком. И она оказалась абсолютно права, потому что я тут же вспомнила, что как только я в год его примерно, что я сейчас считаю, очень рано отлучила от груди, он заболел, вот самая была тяжелая болезнь, он очень тяжело заболел практически сразу. Я отлучила вот от груди, я условно поняла, как он может болеть. Есть ли связь между аллергией и искусственным вскармливанием? Замечено сейчас во всем мире, что в первую очередь такую проблему, как в том числе и бронхиальная астма, и другие какие-то аллергические настроенности организма провоцируют коровий белок. А мы знаем, по сути, на самом деле, если бы, наверное, смесь готовилась на каком-то другом молоке, то потихонечку в поколениях накопилась бы реакция на этот белок. Но сейчас, в общем, вызывает очень часто аллергические реакции именно коровий белок, как один из основных источников для производства смеси, потому что это чужеродный белок. Это белок, который был рассчитан изначально, понятно, что на теленка. Человеческий, материнский белок никогда, это доказано во многих исследованиях, не вызывает аллергических реакций. Поэтому, конечно, и бронхиальная астма, и другие виды аллергических реакций, они будут провоцироваться условно бомбежкой организма вот этим чужерным белком. И, конечно, понятно, что не все дети, которые получают смесь, не дай бог, заболевают такими тяжелыми заболеваниями. Но это именно мое любимое выражение, где тонко, там рвется. То есть, если организм уже где-то была какая-то настроенность и получал как раз неподходящее, неоптимальное питание, то происходят такие вещи. Конечно, то, что я и говорила, смесь, к сожалению, всегда некоторый риск. К сожалению, если мы кормим грудью, это не стопроцентная гарантия того, что ребенок не заболеет астмой. Но когда мы такого ребеночка, от которого есть уже предрасположенность, кормим смесью, то риски возрастают прямо в геометрической прогрессии. Какие заболевания чаще всего у младенцев на искусственном вскармливании? То, что в первую очередь приходит, но это, кстати, больше связано со способом вскармливания. Это атиты. Ну, это такая известная история, что дети на искусственном вскармливании или дети, получающие питание из бутылки, даже если это сцеженное материнское молоко, они чаще страдают атитами. Дело в том, что кормление из груди, кормление из бутылочки, хотя сейчас, конечно, очень производители стараются, в общем, все силы пытаются потратить на то, чтобы что-то похожее на материнскую грудь создать. И тут дело даже не в форме, а в механизме сосания, в том, какое создается отрицательное давление. Вот, поэтому возрастает, например, риск атита у детей на искусственном вскармливании. А также, ну вот то, что я упомянула, это, к сожалению, классика, это кишечная инфекция. Однозначно, детки, которые получают искусственное вскармливание, искусственную смесь, они чаще страдают этими заболеваниями. То есть в летний период они, к сожалению, тяжелее часто это переносят, чаще подвержены этому риску. Как я уже сказала, тяжелые именно кишечные инфекции развиваются вообще в 10 раз чаще. Оказалось, что влияет практически всю жизнь. Риски сердечно-сосудистых заболеваний, они же возрастают, именно если не получал ребенок в детстве грудное молоко. То есть это действительно на всю жизнь укладывает отпечаток. Даже эластичность связок другая у детей, которые получали материнское молоко. То есть, ну, казалось бы, ну что в этом такого? Ну, действительно, есть такое исследование, которое показывает, что гибкость, эластичность, подвижность суставов, она выше у детей, которые получали грудное молоко. До скольки желательно кормить грудью? Есть даже исследования, которые показывают, что каждый месяц грудного вскармливания, да, там, кормила мама 3 месяца или полгода, кормила маму полгода или все-таки до года. Откуда все-таки берутся рекомендации, да, те же даже ввозовские рекомендации, и у нас уже вышло в 2019 году очередное руководство по оптимизации питания детей, да, первого года жизни, вот, откуда берутся эти рекомендации, сколько все-таки рекомендовано, да, хорошо бы кормить грудью. Вот как раз в том числе из этих исследований. Можно было бы кормить 3 месяца и перевозить ребенка, там, не знаю, на взрослую еду, но мы так не делаем тоже какие-то вот, на что-то мы ориентируемся. Поэтому оптимальным считается до полугода. Это исключительно грудное вскармливание по возможности, да, то есть если ребенок хорошо растет, набирает вес, то он получает только материнское молоко, даже не допаивается. Примерно в 6 месяцев он начинает получать прикорм и знакомиться с питьем, вот, ну, то есть с водичкой, с компотиками, соки стараемся чуть-чуть отодвинуть сейчас, вот. И рекомендованный срок кормления, ну, он пока так и сохраняется, полтора-два года, даже не год, как вот очень долго про это говорили. И уж точно никаким образом не страдает качество молока на втором году жизни. Тоже этих исследований такое уже количество, что об этом уже даже не хочется говорить. То есть ни водой, ни каким-то бедным, синим, ни каким-то еще неполезным оно не становится. Оно, наоборот, оптимально меняет свой состав под потребности растущего ребенка. То есть, например, молоко ребенка, которому год, и молоко ребенка, которому, там, два месяца, которое он получает, это очень разные субстанции. И вот как раз один из компонентов грудного молока, это как раз все защитные факторы, они концентрируются, они нарастают. И это прямо видно по молоку для взрослеющего, доходящего ребенка, уже ползающего. Во-первых, я сталкивалась с таким даже не мнением, а подозрением, что ребенок только на грудном молоке. Конечно, он уже примерно с полугода начинает получать взрослую пищу, конечно, адаптированную, но все-таки взрослую еду. А примерно к году он по-хорошему уже питается, как обычный взрослый человек, но опять же, какой-то адаптированной, здоровой, более-менее такой диетической, будем так говорить, пищей. И до двух лет грудное молоко остается уже в каком-то совсем небольшом объеме. Многие мамы там знают, которые кормили полтора-два года, что это может быть там прикладывание только утром и вечером, например. Опять же, многие мамы уже успешно выходят на работу. То есть это такая действительно, скорее, такая маленькая ежедневная прививка. Это уже действительно не питание, по большому счету, хотя некоторые питательные вещества по-прежнему очень активно поступают именно из грудного молока. На эту тему тоже есть исследование, что, конечно же, маленький человечек, он не так хорошо усваивает питательные вещества из взрослой еды, как уже подросший. До примерно 7 лет, представляете, до 7 лет этот процесс только устанавливается. И, конечно же, до двух лет, почему есть эта рекомендация, на самом деле, с формулировкой «и дольше», если мама и ребенок этого хотят, до двух лет, а сохраняются даже и алиментарные, так называемые, преимущества сохранения грудного вскармливания. Тут же можно привести в пример то, что «пейте, дети, молоко, будете здоровы». То есть молоко коровы считается по-прежнему рекомендовано детям, а почему-то молоко мамы уже вроде как будто какое-то менее полезное. Ни в коем случае оно по-прежнему в приоритете. Иногда женщины сталкиваются с ситуацией, и как раз им говорят, «Ну вот видишь, мы тебе говорили, надо было раньше отлучать». Когда ребенок, ну сейчас такое не литературное слово скажу, залипает прям, он начинает очень активно прикладываться к груди, он очень плохо ест взрослую еду. Это происходит по разным причинам, там, в каждой ситуации отдельно надо разбираться, вот, и тогда действительно на втором году жизни это уже, ну, просто выглядит как таким уже сложным процессом. А на самом деле по-хорошему очень многие мамы как-то и на работу уже умудряются потихонечку выходить, да, и бабушки активнее включаются, если они могут участвовать, да, не отдельно, где-то живут слишком далеко. Вот, и по-хорошему уже дистанция между мамой и ребенком плавно, каким-то здоровым таким способом растет. И в идеале к 2-2,5 годам, как я уже сказала, это все сводится буквально к нескольким прикладываниям, и очень естественно гармонично и для женщины, и для ребенка завершается. Это я, конечно, отчасти идеальную картинку описываю, но вообще-то так и должно было бы быть. Оказывается ли помощь специалистов грудного вскармливания в Краснодаре? Во многих женских консультациях проводятся занятия с беременными по подготовке к родам и по грудному вскармливанию. И очень часто женщины говорят, что, ну, они обращались и получали помощь от тех же акушерочек, от медсестер, да, о том, чтобы приложить ребенка. Но пока однозначно уровень подготовленности, он, конечно, хочется, чтобы он рос. Вот работаем в послеродовом отделении непосредственно с женщинами, были они на лекциях или не были, вот непосредственно с женщинами, у которых возникли сложности. Вопрос всегда остается про тех женщин, которые выписываются. Но на самом деле те, которые стоят на учете в перинатальном центре, если они по каким-то причинам в первые 40 дней, а так есть такое, в общем, есть такое правило, что в первые 40 дней, если что-то происходит, женщина опять приезжает на приемный покой роддома. Если с ними что-то такое происходит, что касается все-таки состояния груди, нас просто вызывают, мы консультируем, у нас вот два консультанта в перинатальном центре. То есть вот таким образом поддержка оказывается. Можно ли принимать лекарства во время кормления грудью? Очень сложный, непростой, но точно можно. Есть препараты, которые абсолютно безопасны, например, те, которые вообще не попадают в даже мамин кровоток, не то что в грудное молоко, и таких, как ни странно, достаточно много. Большинство средств, особенно современных, которые наносятся на кожу, даже если, как это ни странно, гормональные какие-то мази, да, большинство средств, которые закапываются в глаза, в нос, если это спрей, а не капли, да, пшикаются в рот, да, они настолько слабо проникают в организм мамы в таких минимальных количествах, что уж точно в грудное молоко попадают какие-то следы, да. Мы, не знаю, достаточно много вдыхаем или выпиваем с водой каких-то, да, все-таки экология оставляет желать лучшего, поэтому, конечно, на ребенка они практически никак не влияют. Есть препараты, вот это всегда уникальная история, на которых даже написано, что не проникает системный кровоток, это, например, препараты, так называемые кишечные антибиотики, как их любят называть в народе, например, такой яркий пример, энтерофурин. Он работает только в просвете кишечника, поэтому на его фоне, даже если вот такая возникает необходимость его принимать, он, опять же, не проникает в мамин организм, уж точно в грудное молоко можно кормить. Есть препараты, которые мы знаем, что проникают в грудное молоко в небольшом количестве, но один из ориентиров, если этот препарат активно применяется и проверен в педиатрической практике, то есть, проще говоря, его можно детям до трех лет, то мы тоже считаем его условно совместимым, конечно, под наблюдением внимательным маминам. Тоже яркий пример – это парацетамол или ибупрофен. Это те препараты, которые допустимы, как жаропонижающие, обезболивающие у маленьких детей. Поэтому считается, что они допустимы и для кормящей мамы. Если не брать какие-то крайности, совсем откровенно вредную пищу, алкоголь, никотин, то, наверное, нет. Если мы говорим о просто здоровой, нормальной еде, то категорически запрещенных, неприемлемых, опасных для ребенка их не существует. Есть реальность какая, что у ребенка может быть аллергическая реакция. Чаще всего она бывает на какой-то очень большой объем, так называемого потенциального аллергена. Но есть дети, которые реагируют даже на минимальное количество. Как я уже говорила, сейчас очень серьезно распространилась именно реакция на коровий белок. На первом месте во всем мире именно на него реакция. И, соответственно, вот сейчас многие педиатры, те мамы, которые изучают информацию, они пытаются ограничить, например, молочные продукты или совсем убрать. Это не всегда обосновано в том плане, что не все дети на это реагируют. Некоторые реагируют на большой объем и не реагируют, например, на стакан кефира в денег, там, бутерброд с маслом и сыром небольшой. Вот, есть дети, которые, как я уже сказала, действительно реально, у них есть аллергические реакции. Вот, и для них любой объем вот этого аллергена, он будет уже опасен. Поэтому скорее мы ориентируемся на индивидуальную реакцию ребенка. Действительно, это прям сейчас прям прицельное внимание вызывает, да, потому что, с одной стороны, у нас целые поколения выросли практически на искусственном скармливании, да, и мы, условно говоря, получили какие-то результаты, столкнувшись с ними, стали как-то разбираться, почему. Вот, и оказалось, что для женщин это неимоверно важно. Самый, наверное, яркий такой пример, и все уже про него, возможно, слышали, кто не слышал, вот можно еще раз про это поговорить, что даже каждый месяц кормления грудью – это профилактика и снижение риска с каждым месяцем, с каждым ребенком онкологических заболеваний молочной железы и яичников. Ну, это вот такой самый яркий пример. Ну, оказалось, что в очень многих областях здоровья, вот как раз то, о чем вы говорили, да, что если обследовать женщину более старшего возраста с учетом того, кормила она или нет, то, опять же, по статистике риск, например, вот поразительно, кормление грудью вроде бы заставляет терять кальций, да, а оказалось, что профилактикой остеопороза является в более старшем возрасте, то есть те женщины, которые кормили грудью, меньше подвержены риску развития тяжелого остеопороза, да, какого-то, потому что он все равно в минимальной степени происходит у всех женщин. Вот выраженный остеопороз, вот, он больше, чаще возникает у женщин, которые не кормили грудью совсем. Есть такое подозрение, что это как-то меняет обмен как раз кальция, кальция и, соответственно, в перспективе помогает женщине быть здоровее, если можно так сказать. Но также есть исследования и по риску сердечно-сосудистых заболеваний, что вообще как-то трудно связать, да, ну, вообще непонятно. Есть исследования такие. Какие компоненты самые важные в грудном молоке? Больше всего меня, знаете, впечатляет лактоферин, есть такой компонент грудного молока, по нему проходит огромное. Вот представляете, один единственный компонент грудного молока, один из многих, который обеспечивает как раз вот иммунную защиту, иммунную поддержку ребенка, лактоферин. По нему, можете себе представить, собирается раз в два года конференция в Петербурге. Да, по одному единственному компоненту, потому что его, на его основе пытаются делать препараты для лечения онкологических заболеваний. Уже совершенно точно выделен комплекс, который является профилактическим для развития опухолей, в смысле, тормозит развитие опухолей. На нем уже пытаются создать, и даже я знаю, что есть уже успешные исследования, вернее, успешные испытания, тоже выделены именно из грудного молока, так называемый комплекс Гамблет, он так называется, это аббревиатура. Вот, и это все буквально, я говорю сейчас, один, два, три компонента. Таких компонентов с каждым годом их прибавляется, их открывают, их узнают. Раньше мы говорили 200-300, 300-400, теперь мы говорим 700. Я перечисляла только один, вот два, которые какие-то дают невероятные результаты, какие-то невероятные, возможно, на них препараты, которые мягко действуют, которые, например, могут лечить онкологические заболевания. А все это женщина вырабатывает, естественно, бесплатно, давно, пожалуйста, вот, да, для ребенка абсолютно не как-то не задумываясь, не напрягаясь, и вот, пожалуйста. И таких по каждому компоненту можно говорить вот просто часами, по каждому компоненту. Даже лактоза грудного молока, грудного молока, вот что там только она не делает, это обычный молочный сахар. Так вот, именно лактозы, которые обеспечивают в том числе формирование мозга ребенка, больше всего именно в человеческом молоке. То есть доказанный считается момент, что чем более интеллектуально, да, чем более развито, высокоорганизованное животное, тем больше лактозы. Естественно, самый большой объем лактозы в грудном молоке, и, конечно, в коровьем его недостаточно. Ну, это вот и так про каждый, каждый, каждый компонент можно говорить. Некоторые мамы считают, что они, например, плохо питаются, они живут не очень в хороших условиях, там, где-то в экологически не очень чистом районе, они считают, что смесь может быть безопасней. Я не знаю, в ближайшем обозримом будущем это невозможно. Только грудное молоко – это, ну, вот, единственное нормальное питание для ребенка, биологическая норма, как часто вот мы любим повторять консультантов. Правда ли, что дети, выросшие на грудном молоке, более спокойные? К сожалению, корректнее говорить, что детки, не получающие не просто материнского молока, а еще тут очень важный момент – контакта с маминой грудью. Они, возможно, будут более возбужденные, хотя там, да, или более беспокоены, или как-то хуже спать. Но тут понятно, что очень многие мамы как-то могут отреагировать на то, что вот я кормлю искусственно, и мой ребенок прекрасно спит, спокоен, доволен и счастлив. И действительно, бывают такие ситуации, когда грудное вскармливание настолько дается тяжело женщине, настолько изматывает. Чаще всего это ситуации, когда мама вовремя не получает ниадекватные рекомендации, ни поддержку, ни помощь, что, переводя на смесь, некоторые, ну, реально вздыхают с облегчением, и ребенок становится спокойнее. Но в общем и целом, если мама комфортно наладила процесс, если ребенок имеет возможность контактировать не с предметом, да, вот с бутылкой, а все-таки с мамой непосредственно, это действительно дает очень мощный эффект, очень такой, такой очень важный этап, когда у ребенка формируется базовое доверие к миру, он проходит более как-то корректно, что ли, гладко. Пост-скриптум Приходится сталкиваться с тем, что реклама – это очень агрессивный способ воздействия на умы. И вот искоренить вот это представление о том, что сейчас такие прекрасные, полезные, хорошо сбалансированные смеси, может быть, и не удастся. То есть это, возможно, непоправимый бред, потому что есть женщины, которые, ну, действительно, им кажется, что вполне можно заменить грудное молоко. Понятно, и каждый раз я про это говорю, и у него самой с первым кормлением, вот с первым ребенком возникли очень большие сложности, бывают ситуации, когда, ну, невозможно по-другому, только искусственное вскармливание. И это не значит, что, не дай бог, там ребенок будет инвалид, или он как-то непоправимо пострадает, но вообще, в общем и целом, большинство детей могут получать именно мамино грудное молоко, да, и это возможно, и хорошо бы с таким же усердием рекламировать грудное вскармливание, как очень часто рекламируются смеси. Реклама очень агрессивная, это большая проблема, потому что реклама идет непосредственно на беременных рассчитанных. Если бы везде было написано чуть ли не про каждый компонент грудного молока, который полностью, например, отсутствует в смеси, и в ближайшее время не планируется этого добавления, а если планируется, то эта смесь делает дороже, там, не знаю, в полтора раза, поэтому это нецелесообразно. Очень многие компоненты никогда не будут добавлены в смесь, но при этом сложилось вот это вот представление о том, что смесь может быть вполне хорошо, такой вполне адекватной заменой грудному молоку. Это сильно не так, но действительно дети, которые по разным причинам вынуждены получать искусственное вскармливание, сейчас получают гораздо более качественные смеси, это правда. Пожелала мамам-то будущим и настоящим. Знаете, как желают счастья, да? Вот правда, хочется, чтобы у женщин складывалось все легко, просто, чтобы они не сталкивались с какими-то очень серьезными сложностями, да? Максимум с тем, что можно просто позвонить, спросить и получить поддержку профессиональную, да, и быстро наладить процесс. И еще, конечно, очень важное пожелание – это все-таки готовиться, все-таки изучать современную информацию не только по роду, но и о том, как ухаживать за ребенком, как налаживать грудное вскармливание, даже элементарно, как понять, сколько молока ребенок получил. Здесь в подспоре, конечно, все-таки в первую очередь рекомендации ВОЗ, да, Всемирной Организации Здравоохранения, потому что иногда даже на каких-то форумах, на каких-то сайтах еще присутствует старая информация, которая сбивает с толку, и также мамы так и говорят, что я читаю информацию, она иногда прямо противоречит друг другу. Поэтому ориентироваться на современные рекомендации, на проверенные сайты, вот «Союз Педиаторов России», сайт Всемирной Организации Здравоохранения, есть профессиональные сайты консультантов по грудному вскармливанию, я уже упоминала о КЕФ, Новый Уровень, ГВ-Инфо, то есть их действительно много именно созданных специалистами в этом вопросе. То есть стараться все-таки информацию черпать из проверенных источников, потому что интернет – это огромный объем информации, и не всегда правильный. Субтитры создавал DimaTorzok